Как скачать и установить GamePush в Construct? Для начала мы можем установить плагин через официальный Store. Но чтобы следить за последними обновлениями, рекомендую вам заходить в статью с примером. Тут выбираем по ссылке. Мы появляемся на GitLab. На GitLab выкладываются первые версии раньше. Вот, как раз 19 минут назад вышла новая версия. Мы ее отсюда скачиваем. Идем в Construct. Вот мы в Construct и как добавить GamePush. Нажимаем меню View, Addon Manager, Install New Addon, Загрузки. Вот у нас новая версия. GamePush 1.0.44. Добавляем. Install. Перезагружаем Construct. Construct перезапущен. Теперь давайте заходим в игру. Вот у нас есть игра наша, для примера, с таким вот человечком. Платформер. Начнем интеграцию. Объекты. Добавить. GamePush. Добавляем. У Gipush есть настройки для его работы. Это ID проекта, защитный токен. Показывать рекламу на старте игры. Ждать ожидания синхронизации игрока. И включение. Чтобы плагин заработал, нужно сделать две вещи. Первое. Это зайти в GamePush. Нажать добавить игру. Название игры. Челик, допустим. Добавить. У нас есть тут два значения. ID проекта и публичный ключ. Копируем ID проекта. Вставляем ID проекта. Возвращаемся и копируем публичный ключ. Вставляем публичный ключ в следующее поле. Я говорил, что покажу, зачем вам вот эта галочка. Она показывает рекламу при старте игры. Вот видите, у нас уже авторизован плагин. Поэтому реклама показывается. Это тестовая реклама, чтобы тестить игру, не заливая на площадке. Если вам эта реклама не нужна в начале игры, вы можете эту галочку отключить. Также вы можете эту галочку ставить, но отключить рекламу на нужной вам площадке, если она против такой рекламы при старте, при запуске игры. То вы можете потом в настройках GamePush, там есть пункт реклама, когда будет добавлена площадка, это мы разберем потом. Можно контролировать рекламу для каждой конкретной платформы. Поэтому это не проблема, если вы сбилдили какая-то платформа против такой рекламы, вы можете ее спокойно отключить там, не изменяя игру. После записи основного видео дописываю для вас важный фрагмент. Чтобы проходить модерацию Яндекса, желательно без ошибок, заранее смотрим, чтобы все звуки у вас были в Sounds, включая музыку. Папку Music не используем вовсе, используем только Sounds. Также заходим в настройки проекта в самый низ, Pause on, Unfocus, вне фокуса. Зачем это нужно? Чтобы когда игрок на андроиде сворачивал игру, у него не возникал плеер с музыкой сверху, за это отклоняют. Поэтому это очень важно было сюда добавить, поэтому не забываем ставим Pause on, Unfocus и всю музыку держим в Sounds. Первые настройки мы разобрали, но теперь галочку эту уберем, она нам не нужна, чтобы пока для теста удобнее было. Есть еще одна очень важная опция в констракте. Вам нужно зайти в пустое место, нажать, нажать View, свойство проекта открыть, крутим вниз и ищем у вас Advanced. Он обычно закрыт, вот так, что вы его разворачиваете. Есть вот Use Worker. Его нужно, он стоит на авто, его нужно выключить, потому что если он будет стоять на авто, GamePush не инициализируется, поэтому нам его нужно поставить на нет, тогда GamePush будет инициализироваться. Инициализироваться, вот он покрутился. Если у вас, допустим, это будет кликер, вам нужно показывать рекламу, но у вас нету логичных, так сказать, пауз. Как в этой игре, например, Смерть персонажа, это логичная пауза, вовремя ее можно легко показать рекламу. Яндекс это устраивает, или Смена локации, Яндекс это устраивает. Но если у вас кликер, там сейчас новая схема, то есть вы должны предупредить игрока. То есть если у вас это будет не какой-то логичный платформер, головоломки, где есть уровни, а одностраничная игра, как кликер, где у вас постоянно одной локации ничего не происходит, вам, особенно кликер, нужно избежать лишних кликов на рекламу. Как это сделать? Вы добавите предупреждение отдельно, на отдельном слоне можешь создать. Возможно, в будущем я покажу, как сделать это для кликера. Нужно добавить будет предупреждение, допустим, реклама будет показана через 3 секунды, чтобы игрок не тыкал в этот момент на игру. Желательно скрыть ему весь интерфейс и вот эта табличка. Он понимает, что сейчас реклама, не тыкает и, следовательно, не создает вам ложных кликов и обезопасивый обезопаш. Следовательно, не создает вам ложных кликов, создает безопасность для вашего аккаунта от ложных нажатий, что наказуемо во всех рекламах, как вы знаете по Google Play и подобного, если вы куда-то выходили, ложные клики никто не любит. Теперь на основе моей игры разберем, как добавить рекламу логично. Фулскрин реклама, да? Реклама, вот такая всплывашка, которая сразу же закрывается без таймера, без награды, просто всплывающая на весь экран реклама. Как ее добавить? Допустим, вот у нас сейчас гибель. Добавляем сюда проверку, sub-event, gamepush. Посмотрим, если фулскрин доступен, то мы что делаем? Gamepush показываем фулскрин. Логично. Что это делает? У вас запрашивается проверка доступности. Проверка доступности на примере вот другой игры. В настройках рекламы, когда вы добавляете платформу, у вас будет настройка каждого вида рекламы. Вот, например, в фулскрине ставим частоту показа, допустим, 60 или там 30, или там 120, как вам угодно, под свои нужды. Я, допустим, ставлю 75. В Яндексе этот параметр можно не настраивать. Яндекс контролирует показ рекламы сам. Но я ставлю постоянно 75, потому что выходишь в контент ВК, в другие платформы, нужно использовать ограничения, потому что не все платформы самоограничиваются. Поэтому ставьте 75 секунд. И чаще, чем раз 75 секунд, реклама не появится. Для чего это нужно? Потому что у каждой рекламы есть какой-то лимит по времени. Допустим, кроме, например, у Реварда в Яндексе нет этого лимита. Вот мы добавили рекламу. Прыгаем. Вот она реклама. Но игра работает. Вот за это вас отклонят. Если у вас продолжает играть звуки, продолжает работать игра, во время рекламы за это вас отклонят. Как это избежать? Добавляем ивент. GamePush. Крутимся, крутимся, крутимся. Вот GamePush. OnPause, OnResume. OnPause, OnResume. Вошел в паузу, вышел из паузы. Вошел в паузу, мы добавляем аудио. Silent. Silent. То есть мы заглушаем музыку, когда мы в паузе. Когда мы в OnePause, мы убираем ограничения. Это нужно для того, чтобы глушить звук. Если у вас будет настройка звука отдельная, то вам нужно в резюме проверять, если звук был заранее отключен, ну, какая-то переменная, допустим, muted, то звук не включать. Потому что игрок заранее отключил, зачем ему возвращать звук? То есть мы включаем звук только, когда это нужно. А то человек выключит звук в настройках, посмотрит рекламу, и ему посреди ночи запоет реклама. Такое тоже не надо делать, поэтому это на всех случаях контролируйте. Также мы добавляем ограничения игрового времени. Это set time scale. Это параметр стопает игровое время, то есть игра замерзает. Это 0,1. Ну, 0. 0 и 1. 1 это оживает игра. Смотрим. Теперь как это будет работать. Идем мы дальше, чтобы было видно вот эту штучечку. Погибаем. Вот, смотрите, завис. Игра как бы зависла на месте. Звуки остановились, игра не двигается. Воскрешаем. Все возобновляется. Теперь вы пройдете модерацию. То есть, если не стопать звук, не стопать игру, возможно модератор, ну, невозможно, примерно в 99,9% вам игру отклонят. Поэтому контролируем это и во время рекламы ставим игру на паузу. По сути, вот такая схема, возможно, чуть-чуть более усложненная с проверкой звука, если вам нужно. Такая схема подойдет под каждую игру, неважно, кликер не кликер. Эта схема поможет вам, так сказать, чтобы показ рекламы соответствовал правилам. Реварды добавляются примерно так же на фоне этой игры. Это, наверное, сильно не объяснишь. Ну, допустим, как бы, чтобы мы такой, какой пример бы сделать? Так, немножко переделал пример. Допустим, у вас несколько реклам. Допустим, видеореклам. Усложнил чуть-чуть. Деньги и жизни. Как сделать так, чтобы эти рекламы были показаны вместе? Мы добавляем еще одну переменную. Переменную стринговая. Нажимаем ее reward. Ревард. Стринговая. Вот. Получается так, если мы вызываем E, это, допустим, будет деньги. Мы вызываем show rewarded и тут show rewarded. Но также мы назначаем переменную. set, value, reward. Это будем пишем здесь live. Так, live у нас внизу. Это пишем, нам лучше над рекламой. Это пишем money. То есть мы проверяем, сразу назначаем reward. Ревард будет за money, reward будет на live. И теперь, когда реклама будет показана, game push. Идем, смотрим, если reward rewarded, то есть если reward видео просмотрено и нужно дать награду, мы добавляем проверку здесь. Проверяем rewarded. Смотрим, если это money. Добавляем сюда иначе. И если это live, с жизни live. Если это money, то мы добавляем add to money 100. Если это жизни, мы добавляем одну жизнь. Вот, смотрите, получается, если у нас идет просмотр рекламы на E, то мы добавляем деньги на Q жизни. Заходим. У нас 0,0. Добавляем жизни, допустим, на Q. Смотрим rewarded. Игра также снаривается, пауза работает. Добавилась жизнь. Нажимаем на E. Смотрим rewarded. Добавилась монета. То есть вот мы, получается, rewarded использовали для двух разных вещей. Допустим, у нас будут разные торговцы за рекламу появляться случайно или что-то типа в таком роде. Смотря для чего вы делаете. Если у вас кликер, то вы на какой-то раз, какое-то время предлагаете человеку получить, допустим, ускорение на 30 секунд или дополнительные деньги сразу получить. И вот таким способом вы можете разные варианты реварда сделать. И в зависимости от какую кнопку вы нажмете, вы получаете разные награды. Если у вас, например, рандомные деньги, вы можете создать переменную money, которая, например, раз в секунду обновляется. Если человек успеет нажать, он сохраняет эту переменную, смотрит рекламу и в конце рекламы добавляет деньги, типа эти, случайную цифру, которую вы успели поймать. В таком вот плане. Вот мы разобрали, как добавить rewarded, как добавить fullscreen. Fullscreen же у нас работает. Во время теста fullscreen может работать всегда. Ну не может, точнее она будет 100% работать всегда. Вот вы падаете, у вас fullscreen каждый раз. На платформе, как я и показывал, есть таймер на готовых платформах. Так что реклама будет не всегда в зависимости от доступности. Такие мы, например, разобрали. Дальше мы будем разбирать лидерборд и облачное сохранение. Поэтому можете подписаться, поставить лайк, если вам было интересно. Также желательно, чтобы вы спустились в комментарии и написали, что вам нравится, а что нет, чтобы я мог изменить, поднастроить, возможно даже переписать этот первый урок, чтобы сделать его более удобным, интересным, если что-то сильно, колоссально плохо окажется. Мы же никогда не знаем с первого раза, не попробуешь, не узнаешь. Поэтому ваше мнение важно. Если что-то пойдет не так, мы все переделаем, как говорится. Поэтому не забывайте писать свое мнение. Всегда это желательно. Не, не типа, не фу, какашка, а как-нибудь там. Я вот посмотрел на таком-то моменте, показалось, что слишком много воды или там. Очень интересно, но я бы хотел использовать это в такой-то, в такой-то игре. Или вот такой. Возможно, еще также вопросы. То есть, вы, допустим, хотите сделать что-то конкретное, вы можете это также оставить в комментариях. Посмотрим, возможно, отдельное видео, возможно, как-то лично помогу. Поэтому не забывайте в комментариях писать мнения, отзывы, вопросы, желания, все что угодно. Почитаем, посмотрим, к чему-то прислушаемся, что-то сделаем. Так что, будем на связи. Ждите следующих видео, если вам интересен Game Push.